Добрый день, друзья! С вами Александр Эвенокуров, преподаватель по инструменту кларнет. Я продолжаю свой курс «Кларнет в музыке Клесмер». И на моем канале уже довольно много моих видео, где я разбираю мелодии этой музыки, мелодии музыки Клесмер юристского народа, которые скрывают нашу душу, застрелят ее, плакают или смеятся. Я уже записывал «Нигуны», это песня без слов. И сегодня будет «Булгар», «Кишинювер Булгар». Как всегда, кто уже подписан на мой канал, знает, что я разбираю мелодию. Мои ученики, конечно, получают от меня ноты, а мои подписчики слушают это наизусть, стараются подбирать. Я показываю какие-то сложные моменты, чтобы можно было разбирать сложную аппликатуру. И мы стараемся эту музыку Клесмер играть по слуху. По нашему ощущению, так же, как ее разбирали и учили Клесмеры, когда, допустим, папа играл на слипочке, а сын подбирал на кларнете. Итак, давайте послушаем сейчас первую часть этого «Булгара». Тут две части, написано в тональности соль мажор, у нас будет с вами фа диез, кто не знает, вот так наберется на кларнете фа диез. И первая часть начинается с ауф-такта, а вторая часть начинается в такт. Итак, мы слушаем первую часть, ауф-такт, начинается ауф-такт, ре, соль, си. Вот это первая мелодия, ре, соль, си, ре, до, си. И мы делаем акцент на первой очереди в каждом такте. Повторяется. Вот вы услышали первую часть, она довольно простая. Первая строчка, мы повторяем маленький мотив, мотив ре, соль, си, ре, до, си. Ре, соль, си, ре, до, си. И еще раз интересно повторяется, ре, соль, си. И потом идет после ре на нотку ми, да, и потом опять вниз. И дальше на веру на нотке соль. Еще раз послушаем это. И вот был скачок, ре на соль. Я сделал небольшой глиссадо, вот пальцами так это делается. И дальше снова ре, соль, си, ре, до, си. Снова повторяется. Ре, соль, си, ре, до, си. Вот тут было, мы немножко изменили, да. У нас было ре, до, си, а стало до, си, ля. И снова наш ауф-такт, ля, си, до. И теперь потом, меняясь ритм, получаясь такой пунктирный, да, восьмяточке шестнадцатая. И от нотки ре идет вниз. Ре, си, до, ля, си, соль, ля, фа, ри, соль. И теперь мы еще раз слушаем первую часть. И заканчиваем на нотке соль. Это тоника. И начинается вторая часть с нотки ре. Это будет уже ударная нотка, первая четверть. И получается, что мы будем делать ударение на первой четверти каждой нотки, да. Слушаем сначала вторую часть. Если в первой части были ауф-такты, то во второй части, как я уже сказал, будут ударены на первую ноту. Получается, ре, ми, фа, ми, ре, ми, ре, до, ре, до, си. Вот это первая мелодия. И такой же ответ. Ре, до, си, ре, до, си, ре. Ре, до, си, ре, до, си, ре. Небольшой такой скачок, ре, соль. И мелодия пошла наверх. Ре, до, си, ре, до, си, ре. Два элегады, два элегады, два элегады, два элегады, два элегады нам нужен для того, чтобы не загонять темп, а более спокойно, ровно играть. И для нас это очень важно, чтобы темп с первого начала нотки до конца оставался правильным. И поэтому мы используем штрих. Еще раз играем всю вторую часть. И закончилась на нотке соль. И теперь еще повторяем первую часть. Вот такой сегодня был Булгар. Кому было сегодня интересно, кто получил новые знания, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, задавайте мне вопросы. Пишите темы, которые вам были бы интересны. И я с большим удовольствием с вами буду дальше разбирать булгары, шеры, нигуны, фреликсы и другие танцы еврейского народа. И следующий урок я посвящусь тому, что мы будем с вами разбирать, я думаю, что очень интересную еврейскую мелодию.